Здравствуйте дорогие друзья, здесь Техноенота и его команда. Хорошая новость для любителей масштабных моделей. Издательство Мадимия запускает журнальную серию «Наши автобусы». А наши постоянные зрители уже подмечали как-то в комментариях, что команда Техноенота очень неравнодушна к автобусам. Поэтому мы и не смогли пройти мимо первого выпуска, тем более, что получить его в первых рядах появилась чудесная возможность. Мадимия запланировала серию из 50 выпусков журнала с масштабными моделями наших автобусов в масштабе 1 к 43. Давайте взглянем на самый первый выпуск, в котором нас с вами ждет модель автобуса Львовского завода ЛАЗ-695Н. В очередной раз повторимся, что мы не профессиональные коллекционеры масштабных моделей, мы скорее любители. Поэтому и обзор модели любительский, ну как всегда у нас без фанатизма и излишних технических подробностей. Поехали! В целом, когда достаешь модель из упаковки, сразу появляются позитивные ощущения. Яркая, тяжеленькая и узнаваемая моделька. Мордашка очаровательная, но не прокрас эмблемы и толстоватые дворники огорчают, но не сильно. У нашей модельки есть скол краски на юбке слева спереди и бампер с облоем. Покрышки немножко кривовато установлены, но имеют маркировку и это большой плюс. Окраска задней светотехники весьма спорна. Окна автобуса имеют имитацию уплотнительных резинок, и это хорошо. А салон выполнен вполне себе приемлемо. Только вначале мы подумали, что производитель схалтурил с черной расцветкой сидений салона, но потом заглянули в архивные фотографии и увидели, что действительно салон Наташки имеет похожие черные сидения. Ну, точнее, черный цвет обивки. Водительское место выполнено неплохо. Тут видны и кнопки управления, и приборная панель. Ничь выполнена аккуратно, вполне себе детализировано. А крыша, судя по всему, снимается, и можно аккуратненько попасть в салон при желании. Понятное дело, что даже в рамках одной и той же серии модели попадаются разные. Кому-то больше может повезти с качеством, кому-то меньше. И тут сколько людей, столько и мнений. Требовательного коллекционера может не устроить проработка деталей, качество прокраса, облои. Но нужно понимать, что в данном ценовом диапазоне, а модель с журналом стоит порядка 1200 рублей, это прекрасный вариант для создания своей личной автобусной коллекции. Тем более, что у других производителей модели автобусов стоят гораздо дороже. Но тут, соответственно, и требования к ним уже можно предъявлять совершенно другие. Проработки деталей и качеству окраски и отделки. Но, скажем честно, и более дорогие модели не могут похвастаться каким-то космически недостижимым качеством. В целом же, модель выглядит красиво и живенько. С расцветкой производитель угадал на 100%, ведь именно в таком виде мы и запомнили этот теплый и плавный лазик. В общем, посмотрите еще немножко на модель. Может быть, она станет началом вашей личной большой коллекции автобусов. И эта коллекция на самом деле будет радовать вас своим видом. Только готовьте место. 50 моделей все-таки как-никак. А о том, как хранить масштабные модели дома, мы рассказывали в одном из наших предыдущих видео. Не забудьте посмотреть, если не видели. С вами был Техноенот и его команда. Оставайтесь с нами и никуда от нас не уходите. Может быть, мы продолжим пополнение своей личной коллекции автобусов и выпуск обзоров журнальной серии «Наши автобусы» от компании Мадимио. С большим автобусным приветом. До новых встреч, друзья-коллекционеры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok